Свой внезапный визит ГИБДД планировало нанести 14-му маршруту, однако утром на конечной остановке неподалеку от ТЭЦ-3 нужного номера не оказалось. Как всегда, сработало сарафанное радио. Спрятались не случайно, говорят в полиции. Слишком много имеют нареканий от пассажиров. В гости инспекторы зашли к другим на останавливающиеся здесь же 8-й и 12-й маршруты. Встречали незваных гостей в погонах, четко следуя восточным традициям, с расстеленными коврами. Оказалось, явно переусердствовали. После замечаний по интерьеру инспекторы перешли к серьезному проверке документов. Вовремя найти нужную бумагу водителям было непросто. На пути встал языковой барьер. Вероятно, что и свои обязанности выходцы из стран СНГ понимают не очень хорошо или хитрят в числе распространенных нарушений 8-го маршрута несоблюдения режима труда и отдыха. Почему водители находятся на работе в этот час непонятно, удивляются стражи дорог. В путевых листах черным по белому написано, с 10 до 11 все должны быть на обеде. То есть отметки, которые ставит индивидуальный предприниматель в путевом листе и время, которое указано и предоставлено для обеденного перерыва, они не выполняются. Это делается для того, чтобы скрыть явные нарушения режима труда и отдыха водителя. Неисправные огнетушители, треснутые стекла и зеркала. Вот еще атрибуты большинства отвергских маршруток. Вот сейчас был остановлен автобус, который принадлежит индивидуальному предпринимателю Иванову Дмитрию Вячеславовичу. Вот сами видите, что вместо заводского стекла, которое предусмотрено заводом-изготовителем, установлено горсостекло. Мало того, что оно не заводского исполнения, оно еще не закреплено. Саморезы вот отвалились все. Просто человек пьяный был, один мужик. Он сломался. А этот водитель вдобавок и штрафы за нарушение ПДД оплачивать не спешит. Пренебрегает правилами часто, и это даже не скрывает. Людей же возите. А я знаю, людей возят. Все люди возят. Опасно же. А я знаю, опасно, что делают. Все нарушения делают. На всех нарушителей полицейские составляют протоколы. Платить штрафы придется и водителям, и их хозяевам. Владелец 12 маршрута лишился еще и выручки. Сразу с двух машин. За неисправность рулевого управления. Их сняли с линии. И не только. Поэтому давайте сейчас предоставлять протокол, а вы номера снимаете пока. Делать это самостоятельно водители отказались. Бросились в рассыпную. Но в ГИБДД не растерялись. Гаечный ключ оказался под рукой. Говорят, тоже грозит и другим. Число нарушителей в Твери стало множиться день ото дня. Каждую неделю это где-то от 9 до 15 дорожных происшествий происходит в областном центре по вине водителя маршрутных транспортных средств. Ирина Ковень, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ Пилот.